Почти до шести вечера решали лечить Насирова или судить. Заседание назначили в Соломенском суде. За происходящим там наблюдает Алла Матюшок, она на связи со студией. Алла, добрый вечер. Расскажи, что известно на данный момент. Да, добрый вечер. Сейчас действительно отстраненный от службы руководитель фискальной службы Роман Насиров находится в Соломенском райсуде столицы. Сюда его привезли из больницы, на скорой, в сопровождении охраны. Здание суда также охраняется. Несколько десятков вооруженных сотрудников НАБУ. Хочу сказать, что заседание суда должно было начаться в 19.00, но до сих пор так и не началось. В коридоре толпятся журналисты, активисты, пришли даже некоторые депутаты. Но вот буквально только что всех попросили покинуть здание. Якобы поступил звонок, что оно заминировано. При этом нам удалось пообщаться с адвокатом Романа Насирова. Он говорит, что до сих пор его под защитой находится в карете скорой помощи и заявляет о многих нарушениях. Я это расцениваю, снова скажу, как катывание. Я не перехожу до того процесса, который на сегодняшний день должен еще происходить. Я констатую факт, что он на сегодняшний день у нас не выписан из лекарной Феофании. Напомню, сейчас Соломинский суд рассматривает, избирает меру пресечения для отстраненного от службы руководителя фискальной службы Романа Насирова. Его подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями и растрате госсредств. Мы остаемся здесь, следить за событиями и готовы выйти в любой момент в прямой эфир. Спасибо. Это была наша корреспондентка Алла Матюшок из Соломинского суда столицы.